Что же такое успех? Что для него нужно? Люди приходят в этот мир, обладая безграничными возможностями. Те, кто стремятся к успеху во всем, чем бы они ни занимались, вот один важный аспект в их жизнях, вот что поможет вам преодолеть так много преград в своей жизни. Вы сталкивались с этим в школе, возможно, в университете или позже на работе. Это часто происходит с людьми, может быть, не со всеми, но с большинством. У них слишком слабое стремление к успеху. Они хотят преуспеть. Сначала сделают три шага в одном направлении, затем что-то интересное происходит в другом, и они стремятся туда. потом еще куда-то, и говорят, «Эй, вообще-то я хочу пожить». У них слишком слабое стремление к успеху. Их могут забить с толку любые ситуации вокруг. Бывают ситуации, которые могут легко помешать тому, что вы делаете. Такое часто происходит с каждым. Но когда происходит подобное, их стремление к успеху ослабевает. Возможно, плохое самочувствие приведет к тому, что их стремление к успеху ослабнет. Возможно, их эмоции немного выйдут из-под контроля, и их стремление к успеху ослабнет. Но сейчас это очень важно. Как бы долго не продолжался этот вирус, вы должны успешно выйти из этой ситуации. Это означает, что вы должны остаться в живых. Это самое важное. И что бы ни случилось, ваше стремление остаться в живых не должно ослабнуть. Может быть, умер дорогой вам человек, но тем ценнее для вас жизнь. Вокруг много больных людей, но тем ценнее ваше здоровье, чтобы вы могли позаботиться об окружающих. наше стремление к успеху не должно ослабнуть. С чем бы мы ни столкнулись, будь то социальная или психологическая драма, что бы ни происходило, важно, чтобы наше стремление к успеху не ослабевало. Именно это заставляет вас преодолевать так много ограничений и барьеров в вашей жизни. Итак, что же такое успех? Что для него нужно? Вы должны понимать, те, кто добился каких-либо значительных достижений в своей жизни, они никогда... Я не хочу никого ставить в пример. Я стараюсь избегать очевидных вещей, которые приходят мне на ум. Что ж... У меня есть друзья и знакомые семьи, которые всегда завтракают вовремя. И, конечно, после завтрака они должны выпить кофе. Естественно, после кофе они должны закурить сигарету и посидеть спокойно, потому что они пытаются стать умиротворенными. Затем они пойдут на работу, вернутся домой, точно к обеду, пообедают, отдохнут в течение часа или двух, поспят. Потом они пьют чай и курят, а затем снова идут на работу. И в районе 8-8.30 они возвращаются домой, ужинают, выпивают, делают еще что-то. Что ж, это их выбор. Ничего плохого в этом нет. Я не говорю, что так не должно быть. Однако те, кто добились успеха в музыке, спорте, искусстве, бизнесе или духовном процессе, неважно в чем, эти люди не знали. Когда они поедят, когда лягут спать, отдохнут ли они после обеда, я тоже никогда не знал этих вещей в своей жизни. Очень важным аспектом жизни людей, которые стремятся к успеху во всем, чем бы они ни занимались, является то, что они не останавливаются там, где почувствовали немного комфорта. Потому что комфорт ждет вас в могиле. Это очень комфортное место. Не так ли? Вы когда-нибудь видели, насколько им там удобно? Когда мертвых кладут в гроб, им всегда комфортно. Опускают в яму, им все так же комфортно. Даже если их сжигают. Да или нет? Вы непременно придете к комфорту. Сейчас же имеет значение лишь глубина вашего опыта и эффективность вашей деятельности. потому что если бы у вас было неограниченное количество времени, вы могли бы тратить его на все эти вещи. Ничего страшного. Я не против них. Однако проблема в том, что вам дали настолько мало времени одновременно с таким огромным потенциалом человеческого существа. В этом вся проблема. Если бы Творец сделал вас похожими на дождевого червя, я не говорю, что с дождевым червем что-то не так. Просто он имеет скудный потенциал и способен лишь на очень немногое. червя не стремится взобраться на дерево, поскольку знает, что там его склюют птицы. У червя нет такого стремления. Он стремится просто перерабатывать землю. Его работа приносит много пользы другим формам жизни, включая нас самих. Но цель его жизни очень проста. Есть размножаться и умереть. очень четкие цели. Это цель, к которой стремится дождевой червь. Я не думаю, что он спит днем. Я так не думаю, поскольку я много раз видел дождевых червей после обеда, и все они энергично делали свою работу. Однако потенциал человека невероятно огромен. Из-за этого требуется определенное стремление. Забудьте о мире, чтобы человеку считать себя успешным. Если ваше представление об успехе означает, что вы должны жить немного лучше, чем ваш сосед, я бы назвал это болезнью, а не успехом. Если вы счастливы, что ваш сосед живет хуже вас, это болезнь или успех? Это болезнь. Но когда вы чувствуете удовлетворение от того, что делаете, давайте пока будем считать это успехом. Неважно, лучше вы кого-то или хуже, такой вопрос не должен возникать в вашем уме. Но когда вы используете свои возможности в полной мере, это приносит вам определенное чувство удовлетворения. что ж, если вы способны просто закрыть глаза и сидеть неподвижно, это просто фантастика. Однако вы не можете этого сделать. Вы не можете сделать этого прямо сейчас, в вашем текущем состоянии. Вы не можете просто закрыть глаза и сидеть. вместо того, чтобы быть занятым, вы станете озабоченными. Это значит, что в каком-то смысле вы деградируете, а не совершенствуете себя. Проблема успеха в том, что люди всегда выносят подобные суждения. Я сделал это, но оно не сработало, наверное, это ошибка, определенная эта ошибка. В жизни ошибок не существует. Когда-то вы были обезьяной, да? И это не я сказал, а один англичанин. Чарльз Дарвин сказал, что все вы были обезьянами. Вы были обезьянами совсем недавно. Была ли это ошибка, что вы были обезьянами? Или это была просто определенная стадия эволюции? Это была ошибка или определенный этап эволюции? То же самое, когда вы пришли как человек, потому что вы появляетесь в значительной степени несформированными. в отличие от других живых существ, другие существа. Если у них достаточно еды, то они знают, что делать со своей жизнью. Поскольку люди приходят в мир, обладая безграничными возможностями, они приходят несформированными и без фиксированных границ. Границы люди должны выставлять себе сами. Разные люди бросают вам разные камни со всех сторон. Родители, учителя, школа, соседи, общество и мир бросают вам все возможные камни. Ваша задача — собрать весь этот мусор и построить из себя что-то стоящее. это ваше дело. В этом ваш успех. Не имеет значения, считает ли кто-то вас стоящим или нет. Главное, чтобы вы ощущали себя стоящей жизнью. Пока этого достаточно. Мир может не узнать этого. Не имеет значения. Главное, чтобы вы видели в себе стоящую жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok